Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Иван. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему лук уходит в стрелку и что с этим делать. Лук репчатый является одним из наиболее популярных луковых овощей. Хотя, конечно, многие выращивают многолетние луки, батун, шнит-лук, рязанец и многие другие. Однако же репчатый лук используется как на зелень, на перо, так и для выращивания репчатого лука. Поэтому он весьма и весьма популярен, широко распространен. Однако, иногда бывает так, что вот лук зеленый начинает давать стрелку. Природа этой стрелки совсем не такая, как, например, у чеснока. И давайте разберемся, из-за чего лук массово может уходить в стрелку. В 99% случаев, можно так сказать, к стрелке приводит неправильное хранение лука севка. Как правило, лук, который вы размножаете или высеваете через чернушку, а есть теперь такие сорта, которые высеваются чернушкой непосредственно семенами, и могут давать очень крупную луковицу. Хорошим примером является лук экзибишен, который даже выращивают через рассаду. Однако же выращивание лука через севок все еще остается популярным. И вот если севок хранили неправильно, то в этом случае может начаться стрелкование лука. Лук-севок необходимо хранить либо при низкой температуре 1-3 градуса, либо при достаточно высокой, выше 20-25 градусов. Ну, как говорится в чулках старых у печки, вот такая температура должна быть. Какие-то более промежуточные, более средние температуры приводят к тому, что внутри луковицы формируется цветочная почка, и он начинает цвести. Ну, у меня, к счастью, здесь нету примера цветения лука, но я знаю, что многие это у себя в огороде наблюдают. Что же делать, если стрелка у вас появилась? Стоит ли ее удалять по аналогии с чесноком? Дело в том, что удаление стрелки в любом случае будет приводить к улучшению состояния самой луковицы. Тем более, что стрелка как и у чеснока, так и у лука достаточно вкусная и в молодом состоянии, особенно у лука. Она может использоваться и как зелень, и жариться, и вариться, и замораживаться, и так далее. Хозяйки все это хорошо, замечательно знают. Но, конечно, удаление стрелки не позволит сформироваться хорошему урожаю репки, потому что нанесение вот этих вот ран, попадание инфекции в эту рану, оно, конечно же, будет способствовать плохому хранению лука. И если ваша плантация лука зацвела, то знайте, что вы ее должны достаточно быстро употребить в первой половине зимы, но лучше до нового года. Либо же, если вы выращиваете его на продажу, то вам надо такой лук продавать в самую первую очередь. Хорошо храниться он, к сожалению, не будет. В какой период лучше всего удалять стрелку? Конечно же, до того, как она начала расцветать, до того, как цветочки появились. Вообще, чем раньше вы заметите стрелку, тем быстрее вы сможете ее удалить, и тем меньше вреда будущему урожаю эта стрелка нанесет. Как лучше ее удалять? Выщипывать руками или отрезать? Ну, в принципе, и тот, и другой способ являются вполне приемлемыми. Но при большом объеме посадок лука, конечно же, вырывать руками является более технологично. Поэтому этого можно не бояться. Конечно, соком лука, который остается у вас на пальцах или на инструменте после вырывания стрелки, удаления стрелки, у вас могут переноситься различные болезни. И переноспороз тоже, и различные вирусные заболевания. Поэтому, если у вас какое-то растение подозрительное на вашей делянке, и вам кажется, что оно больно, и там есть стрелка, то лучше всего удалить это растение полностью, но не удалять на нем стрелку отдельно, для того, чтобы ни пальцы, ни инструмент не вымазать в соке. Ну, и еще изредка встречается такой случай, когда лук, который с сего хорошо хранился, начинает уходить в стрелку. В этом случае мы можем наблюдать не сплошной уход посадок лука в стрелку, а лишь наличие каких-то единичных растений, которые ушли в стрелку. Зачастую это связано с неблагоприятными условиями роста развития растений, как правило, это жара и засуха. Ну, такой случай не представляет большой опасности, не имеет массового распространения, и поэтому, ну, в общем-то, не требует какого-то специального воздействия на эту самую стрелку. Луку можно удалять, можно не удалять. Что ж, вот такая вот история с этой самой луковой стрелкой. Ни подкормки, ни уходные работы, ни опрыскивания, ни удобрения не влияют на то, что лук уйдет в стрелку или не уйдет в стрелку. За это отвечают совершенно другие механизмы. Что делать с таким луком, вы сейчас узнали. Что ж, я надеюсь, что эта информация была вам полезной. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok